Создали историю вместе. В Наринмарской городской школе номер 5 распахнул в свои двери школьный музей. Теперь подрастающее поколение сможет узнать больше не только о родном учреждении, но и заглянуть в историю. Такую возможность ученикам и гостям школы подарила компания «Лукойл». В прошлом году она поддержала проект педагогов по созданию школьного музея в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Одними из первых сокровищницу истории посетила наша съемочная группа. И ухваты, и лопаты. Все это у меня привезено из Вижеса, из дома родового. Вот этот шкаф, например, ему более 100 лет. Я тоже нашла у женщины в захребетке. Там дом сносили. Хранительница истории Нелли Насонова показывает экспонаты школьного музея. Кроме раритетного буфета, почетное место в экспозиции «Русская изба» занимает прялка, возраст которой насчитывается более 150 лет. А также деревянные грабилки для сбора ягод, хозяин стола самовар и даже первый деревенский утюг. Вот это интересная вещь детям всегда интересна. Рубель. Это гладили белье. Такому количеству старинных предметов домашнего быта мог бы позавидовать любой музей. Но раньше возможности показать их школьникам у педагогов просто не было. Проблема была в чем? Нет помещения и некуда ставить экспонаты. Но в это время Лукоэл объявил конкурс, школьный музей, конкурс грантов. И мы решили, что почему бы и не попробовать. Вышли на этот грант. Наверное, мало кто верил, что мы победим, но мы победили. На средства выигранного гранта авторы проекта приобрели стеллажи, шкафы и витрины, оформили интерьер музея. А более чем 80 экспонатов наконец обрели свой дом. И теперь две экспозиции музея «Русская изба» и «История школы» – особая гордость школьников и учителей. Школьный музей – это целое путешествие во времени. Здесь можно почувствовать себя учеником 60-х годов. Вот съездок в арту с характерной открывающейся крышкой и даже написать чернилами. Деревянная парта, старые прописи и школьные дневники – это экспонаты еще одной экспозиции «История школы». Она дает возможность заглянуть в советское время и увидеть главные символы пионерской организации. Красный галстук, пилотку, значки, барабан и другие атрибуты. Почетное место в экспозиции занимают классные фотоальбомы. Каждый класс при выходе из школы сдает альбом. И вот много-много альбомов накопилось. И они приходят, когда юбилей школы у нас, приходят выпускники, смотрят, им интересно. Они пытаются каждый найти себя, свой альбом. Сейчас музей пользуется огромной популярностью не только у выпускников, но и у нынешних учеников. Совсем скоро на его базе откроется кружок «Музейное дело», где дети смогут не только изучать историю родного края, но и заниматься исследовательской и поисковой деятельностью. По словам учителей, ребят, желающих вступить в ряды хранителей истории, очень много. Ничуть не меньше смелых и креативных идей, воплотить в реальность которой стало возможным благодаря ежегодному конкурсу социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».